Всем привет! Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Сегодня с вами поучимся посылать человека культурно, без мата. Готовы? Поехали! Прежде чем мы начнем, я бы хотела сказать о том, что ругаться матом, во всяком случае в Британии, это, к сожалению или не к сожалению, нормально. Куда бы вы ни пошли, в паб, в какое-нибудь культурное место типа театра и так далее, очень многие люди ругаются матом. И, возможно, это даже в некотором вызывает какой-то культурный шок. Например, когда я приехала туда, я была немножко шокирована обилием прекрасных выражений. Но все-таки, неважно, мы с вами люди культурные, поэтому давайте сегодня рассмотрим выражения, которые у нас могут заменить fuck you и fuck off без использования, ну, соответственно, слова fuck. И первое выражение, это тоже фразовый глагол, самый распространенный, jargon. По сути, это то же самое, что fuck you, да, уйди отсюда, отстань. К примеру, к вам кто-нибудь подходит, ну, вот, попрошайки на улице, да, что-нибудь вас просят, вы такие, jargon, mate? Да, уходи отсюда, иди куда шел. Дальше, конечно, можно сказать еще get lost, да, потеряйся, исчезни, уходи, get lost. Еще можно сказать go away, да, просто уходи отсюда. Главное, добавить сюда больше эмоций, да, go away. И все сразу понятно, какой смысл мы сюда вложили. Еще, конечно, можно сказать убирайся отсюда, get out of here, get out of here. Да, обращаю внимание на произношение, да, get out у нас сливается в одно слово, get out of here, убирайся отсюда. Еще интересное выражение do one, do one. Это то же самое практически, что jog on, ну, то есть fuck you, да, уходи отсюда. Do one, уходи, убирайся, уходи. Еще два выражения, тоже похожие на все предыдущие, которые я сказала. Они более близки к fuck off, и они более грубые, но это все равно не мат. Это sword off и pace off. Вот, подчеркиваю, более грубые, но все равно это не мат. Это тоже отвали, ну, отвали от меня, оставь меня в покое. Еще можно сказать, конечно, держись от меня подальше. Stay away from me. Stay away from me. К примеру, когда у вас уже с человеком, ну, завязался какой-то конфликт, да, он к вам подходит, и вы чувствуете одним местом, да, что уже сейчас начнется драка или что-то, можно ему сказать back off. Да, типа, уйди от меня, back off. Ну, вот от слова back, да, назад, иди назад. Ну, еще парочку выражений вам скажу. Например, можно говорить, оставь меня в покое. Leave me или leave me alone. Да, вот когда, например, ругаетесь там со своей половинкой, не хотите ему говорить грубых слов, да, leave me alone. Leave me. Еще одно выражение. Don't ever come close. Никогда ко мне близко не подходи. Да, держись подальше. Тоже вот такое значение. Или, к примеру, я больше никогда не хочу тебя видеть, или никогда не хочу видеть твою рожу, да. Обращаю ваше внимание здесь, да, у нас, ну, можно говорить want to, но часто в потоке речи want to сокращается до wanna. I don't wanna see your face ever again. Ever again, да, никогда больше. И последнее на сегодня выражение это убери от меня свои руки. Get your hands off me. Можно еще добавить грязные, да. Get your dirty hands off me. Вот такие дела. Вот, в общем, собственно говоря, все эти выражения, которые, ну, как вы видите, да, по переводу даже можно судить, они не содержат в себе ненормативной лексики, и если кто-то вас достал, их можно смело использовать. Но я вам желаю, чтобы таких ситуаций у вас все-таки в жизни не было, чтобы вы никого не посылали, всех любили. Удачи вам в изучении английского языка. See you! Субтитры сделал DimaTorzok